В Краснодаре прошел губернаторский бал. В этом году праздник назвали Звездный бал 2018 и участие в нем приняли 2000 лучших выпускников Кубани. Отрадно, что 42 выпускника школ Северского района, а это медалисты, победители спортивных соревнований, научных конференций и творческих конкурсов, прошли специальный отбор для участия в таком масштабном мероприятии. По традиции мальчики в строгих костюмах и девочки в нежных вечерних платьях шествовали по улице Красной. Колонна выпускников прошла от сквера имени Георгия Жукова до площади перед зданием Законодательного собрания Краснодарского края. После открытия торжественной части губернаторского балла к выпускникам обратился Вениамин Кондратьев. Я верю, очень верю, что вы сможете сделать прорыв во многих отраслях нашей экономики и науки. Нашему краю, нашей стране нам нужен ваш талант, ваши умения, ваша активность, ваш острый ум. Мы ждем от вас открытий и новых прорывов. Любой, даже самый большой мир, и тем более огромная наша страна, начинается с малой родины. И мы всегда вас будем очень любить и ждать. Будьте яркими и успешными! Ваше время пришло! Добрый час, дорогие наши выпускники! Спасибо! 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 Вам спасибо! Мы на вас надеемся! Вместе с участниками балла губернатор сделал уже ставший традиционным селфи. В этот раз это было видео селфи-сторис, которое сейчас стало популярным в социальных сетях. Во время балла тысяча пар синхронно танцевало на площади под музыку. Выпускники исполнили несколько танцев – вальс, танго, хастл, блюз, ча-ча-ча и папури. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот праздник прийдет, мы давно уже это все знали. И за что ли наш труд есть у нас золотые метали? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вместе с выпускниками на сцене выступали и профессиональные танцевальные коллективы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Подарком губернатора Кубани выпускникам 2018 года стало присвоение одной из звезд имени – выпускники школ Кубани. Соответствующая запись внесена в международный каталог небесных тел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В зале районной администрации прошло очередное рабочее совещание. В первую очередь в рамках встречи рассмотрели вопрос о развитии добровольческого волонтерского движения на территории Северского района. С докладом выступила начальник управления по молодежной политике Наталья Швецова. В Северском районе координацию волонтерской деятельности осуществляет Центр молодежи. Добровольцы Центра участвуют во всех значимых социальных мероприятиях, популяризируют донорство, оказывают помощь людям с ограниченными возможностями здоровья. Ветеранам принимают активное участие в экологических акциях в субботниках. 2018 год объявлен Годом волонтера. Поэтому в Центре молодежи планируется запустить ряд проектов. Среди них муниципальная смена волонтеров тепло на базе стационарного лагеря «Мирный». Первый молодежный форум «Добро» – районный фестиваль «Кто, если не мы». Также на совещании обсудили ход выполнения работ по замене 5% сетей водопроводно-канализационного хозяйства. Завершение встреч о наведении санитарного порядка в поселениях доложили главы Ильского, Черноморского, Азовского и Северского поселений. С целью пропаганды здорового образа жизни в поликлиниках Северского района пройдут дни здоровья. Лето – лучшее время для отдыха. Нельзя упускать ни минуты, стараться как можно чаще гулять и бывать на свежем воздухе. Однако, загорая, купаясь и гуляя по лесу, не стоит забывать об опасностях, которые таит в себе это время года. Июль наряду с теплом доставляет аллергикам немало дискомфорта. Июльская аллергия встречается достаточно часто, поскольку именно в это время цветут многие растения, а также созревают плоды. В Новодмитриевской амбулатории 7 июля специалисты проконсультируют всех желающих о борьбе с болезнью о тысячи причин, а также какие правильные действия позволят избежать неприятных симптомов сезонной аллергии. Многие из нас лето любят и ждут его с нетерпением. Но стоит только ртутному столбику перевалить отметку в 25-27 градусов, начинаем с тоской вспоминать о более комфортной температуре. С любимым летом к нам приходит жара. Когда очень жарко, даже у вполне здоровых людей могут возникнуть проблемы со здоровьем. У частица пульс появится одышка, ощущение нехватки воздуха, головокружения и сдавленность груди. Все это результат повышенной нагрузки на сердце в жаркие летние дни. В жару хуже чувствуют себя гипертоники. У пациентов с ишемической болезнью сердца чаще возникают приступы стенокардии. Поэтому тем, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы, да и в принципе даже здоровые люди, могут 14 июля в Черноморской поликлинике узнать, каких стоит придерживаться правил, позволяющих максимально долго сохранять сердце здоровым. Особенно актуально в разгар летнего оздоровительного сезона и школьных каникул профилактика солнечных и тепловых ударов. По этому вопросу с медиками можно будет проконсультироваться 21 июля в Афибской поликлинике. Здоровая печень на благо долгожителю. Всемирный день борьбы с гепатитом пройдет во Львовской амбулатории 28 июля. Стремительное распространение столь опасного заболевания, как гепатит, стало причиной объединения медиков всех стран мира в борьбе с недугом. Благодаря существованию единого дня, выбранного для проведения просветительской работы, многие люди в мире впервые узнают о том, насколько опасны заболевания, каковы пути передачи вируса, как защититься самому и предостеречь, оградить своих детей от возможного заражения. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»